Всем привет! С вами Екатерина. Я стою возле своей первой маленькой хвойной клумбы с карликовыми растениями. Сегодня такая у нас погода чудная. То сыпет снег, просто огромные хлопья смотришь в окно, а в метрах 10 ничего не видно. Потом светит солнце, тишина. И вот с такими непонятными перерывами вышла на улицу. Солнце, правда, уже пропало. И хочу сказать, что хвойные клумбы это номер один клумбы среди всех клумб, так как они украшают наш сад. Вот круглый год. Вчера не было снега практически, все было смыто, но вот насыпало. Ну даже сейчас что-то да видно. Хвойные все разных оттенков. Вот эта красавица у меня такая широкая к низу. Это ель канадская Daisy White. Вот у нее такой светло-зеленый цвет хвои. А рядом, вот про которую я хочу поговорить, это туя западная Тедди. Прям как зовут моего маленького собачку. Вот какая она. Сейчас имеет бурый цвет. Вот, надеюсь, хорошо видно, что не чисто зеленый. Вот это Цюга Джидзилох. И она вообще с таким немножечко желтым оттенком на кончиках. Тоже такая достаточно светлая. Здесь рядышком я начала формировать можжевельник, который имеет молочное вкрапление. Тоже, если рассмотреть, то видно. Красавец. И я обстригала вот такие сердечки. То есть листики с острым кончиком. Вот они и сохранились. Туя Тедди. Мне задали вопрос, почему внутри такая сухая коричневая хвоя крона. Что с этим делать? Ну, смотрите, вот так выглядит моя. Ей будет только 5 лет в этом году. Посажена она весной 2018 года маленькой, маленькой совершенно. И на самом деле это считается такой карликовый кустарник хвойный, который достигает максимум 10 лет 3 сантиметров в диаметре. То есть такой шарик подушкам. Но у меня, я вам скажу, что растет быстро. Возможно, нравится наш климат. Все-таки у нас относительно тепло. Может быть место такое среди хвойных. Плюс все застелено корой. Кора также периодически перегнивает и отдает свое питание моей Туе. Ну, в общем, ей здесь комфортно. Ну, как сказали, да, внутри есть коричневая хвоя. Я хочу померить, сейчас померю и скажу, какой размер у моей Туи Тедди. Ну, вот хочу просто, чтобы вы видели. Вот край и сюда. Ну, вот где-то 55 сантиметров ее ширина моей Туи Тедди. А высота, высота где-то около 35. Вот такая карликовая Туя у меня растет. Я, конечно, за ней ухаживаю. Эта Туя подгорает рано весной. То есть ее крона испаряет быстро влагу. И горят вот эти маленькие иголочки. Она игольчатая, хоть на ощупь достаточно мягкая и приятная. Ну, и плюс у нее маленькое корневое, маленькое растение. Нужен дополнительный уход. Я бужу. Кто-то прикрывает сеткой, кто-то с подбондом. Вариантов много для того, чтобы защитить крону. Так как выгорает, очень много действительно выгорает хвои. И до середины лета она стоит неопрятной, некрасивой. Она восстанавливается потом, конечно, восстанавливается. Но все же хочу вам показать. Ну, вот смотрите, она так необычно растет. Вот как выглядит крона внутри. Сухая, коричневая. Что с этим делать? Ну, во-первых, здесь не хватает света внутри кроны. Ну, не попадает. Она сама по себе очень плотная. Много мелких иголочек, приросты. Вот небольшие приросты должны быть по характеристикам 1-2 см. У меня здесь все 4. Все 4, иногда и 5. Поэтому, конечно, она здесь высыхает, чернеет. Она же внутри, и это не портит внешний декоративный вид нашей туи. Что здесь делать? Весной, рано весной. Ну, вот примерно в начале апреля. Сейчас еще рано. Она мокрая. Растение спит. Вот когда сойдет снег. Все так значительно подсохнет. Подходить и вычищать. Вот ее много сухой этой хвои. Вычищать, выдувать садовым пылесосом. Или просто руками я одеваю перчатки и вычищаю эту крону. Для того, чтобы просто она внутри и проветривалась. Чтобы не собиралась лишняя влага и не происходило загнивание. Соответственно, развитие различных грибных заболеваний. Вот. Да, она у всех такая. Ну, что ж ты поделаешь. Кто-то стрижет ее очень коротко. Подстригает. Но все равно она внутри будет вот такая. Видите, она становится обратно. Снегом ее придавила. И вот немножко наклонена она вот в сторону забора. Так. Снег ее немного потрепал зимой. Ну, она восстановится. Все это вот опять поднимется. И будет стоять шарик. Ну, вот это кустовая форма. Конечно. У нее нет такого основного ствола. Вот стволик внизу. Тут, конечно, я сейчас не покажу. Летом показывала. Стволик внизу. И от него уже идет вот такая вот кустовая форма. Много мелких побегов. Вот с такой зеленой хвой. Весной, когда вот она обрастает, она ярко-ярко-зеленая такая. Вот темно-салатовый цвет. А зимой бурый. Мне нравится эта туя. Смотрите, какая она компактная. Растет вот, я говорю, уже пятый год. Достигла приличных размеров. И ей только будет пять лет. Маленький саженец был совершенно. Вот как выглядит мой уголок. Здесь тисы зимуют просто отлично. Вот сзади тис Давида. Красавец. Такая вот должна быть узенькая колонна с желтой хвоей. Ну, там полосочка на иголочках, окантовочка желтая. Ну, вот в массе это создает больше желтый цвет. И кажется, что имеет желтые хвоинки. Но нет. В основном, основная масса зеленого цвета. А вот просто окантовочка ярко-желтого. И поэтому смотрится необычно. Вот смотрите. Это тис Давида. Мой любимчик. Мой красавчик. Много мелких растений. Здесь не видно под снегом. Вот это мой княжик. Брат клематиса. Не обрезной. Относится к первой группе обрезки. То есть не обрезается. Вот сейчас с такими махрушечками, вертолетиками. Также украшает мой сад. Обрезать его не надо. Иначе мы не увидим цветение. Очень взрослый клематис. Это столбик голд. Такие фиолетовые цветочки. И ярко-салатовые листья. Очень декоративные. Ну и вот дальше. У меня много-много разных здесь хвойных растений. Которые растут давно. Декоративные. Сейчас отойду. Ну и вот это туя. Поэтому нужно чистить. Чистить внутри хвою рано весной. Она конечно успеет нарасти и обрасти за лето. Но вот к следующему сезону она опять будет черной. Ничего с этим не поделаешь. Это не болезнь. Просто там внутри кроны ей не хватает цвета. Ну а помогать чистить конечно нужно. Ну вот сдалека присмотрелась. Вижу ножки. Хочу вам показать. Смотрите. Одна ножка. С нее идет много других побегов. И они идут в стороны. А вверху они кустятся. В мелкие побеги. Вот с такими маленькими хвоинками. Не нужно пугаться этой серой, коричневой, черной хвои внутри растения. Вот если бы это было снаружи. Это был бы совсем другой вопрос. Нужно было бы обрезать сухие побеги с иголочками вместе. Поливать жидкими удобрениями, чтобы максимально быстро туя восстановилась к середине лета. Ну а такой момент. Не обращайте внимания. Это естественный процесс замены хвои внутри куста. Это нормально. Вот и солнышко выглянуло. Стало так красиво. Всем хорошего дня и отличного настроения.